МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Полина Толмачева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Сегодня в программе вы увидите... Ремонтные работы в Одинцовском округе обновят дорожную разметку. Весенний субботник. Более 500 мешков мусора собрали сотрудники автодора вместе с представителями подрядных организаций. Правила ФНС о важнейших направлениях работы налоговой инспекции рассказали на очередной пресс-конференции. Результат работы. Предварительные итоги первого квартала 2023 года подвели в ходе брифинга в администрации муниципалитета. Мы, поколение ЗОЖ, для учеников 9-х и 10-х классов Лесногородской школы провели спортивный праздник. Животные продлевают жизнь. Насколько сложно содержать фермерское хозяйство, узнал наш корреспондент. Круглая дата. Первый год своей деятельности отпраздновал Дом культуры Горки-10. Сегодня 19 апреля. В этот день, 53 года назад, в 1970 году, с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. В Советском Союзе его прозвали «Копейкой». За все время производства автозавод выпустил больше 2,5 миллионов копеек. Давайте узнаем, какими еще интересными и значимыми событиями запомнилось 19 апреля. 88 лет назад, 19 апреля 1935 года, в СССР основали добровольное спортивное общество «Спартак». В тот же день утвердили устав и положение, а также эмблему и цвет формы. Красные футболки с белой поперечной полосой на груди и спине шириной 8,5 сантиметров. Эмблему и имя московскому «Спартаку» придумал основатель Николай Старостин. Организация быстро набирала популярность и вскоре стала крупнейшим добровольным спортивным обществом в СССР. Всего через год в его составе занимались уже более 80 тысяч человек. 240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к России. А начиная с 2019 года, в этот день в России отмечают новую памятную дату – день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают юристы Министерства внутренних дел Российской Федерации. В календаре он появился в 2003 году, когда Борис Грызлов, занимавший тогда должность министра внутренних дел, подписал соответствующий приказ. Изначально дата празднования была 19 июля. Также во многих странах мира 19 апреля отмечают красивый весенний праздник – День подснежника, а еще сегодня День российской полиграфии и День работника ломоперерабатывающей отрасли России. Поздравление с днем рождения сегодня принимает известная теннисистка, первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и серебряный призер Олимпийских игр Мария Шарапова. Родилась она в Тюменской области. Теннисом стала заниматься с 4 лет. Еще в этот день родились такие актеры, как Оксана Акиньшина, Мария Машкова, Валентина Мазунина и Сергей Баталов. А что происходит в нашем округе, расскажем прямо сейчас. Подготовительные работы по нанесению дорожной разметки после зимы проинспектировал глава округа Андрей Иванов. В этом году обновят около 50 квадратных метров полотна общей протяженностью более 120 километров. Комплекс мероприятий стартует через неделю. Подробности далее. В Одинцовском округе идет подготовка к нанесению дорожной разметки после зимы. В этом году обновят 49 тысяч квадратных метров асфальтового полотна протяженностью более 120 километров. Для этого задействуют две единицы спецтехники и четыре бригады рабочих. В случае необходимости привлекаются дополнительные силы. Мы планируем, что возможно еще будет еще один разметочный комплекс. Этого в принципе достаточно. График работ составляют согласно погодным условиям. Разметку наносят только на сухой асфальт и при положительных температурах не менее 10 градусов со знаком плюс и влажности воздуха не выше 85%. При этом успеть надо до жары, так как покрытие на солнце высыхает дольше. Когда погода нормальная, ну условия там 15-20 градусов, ну это вопрос там действия можно уже ездить. Если это жарко, то он может значительно и полностью с машиной проехать. При осмотре подготовительных работ глава округа Андрей Иванов поручил подрядчикам в первую очередь начать работы там, где будут проходить праздничные мероприятия, связанные с Днем Победы. А также поинтересовался, нет ли проблем с материалами. С этим пластиком нет проблем? С пластиком нет проблем. Это все российское, да? Все российское, да. У них чуть-чуть там что-то есть комплектующая, ездят как раз на праздничном. И какого сбоя нет? Нет, сбоя нет. Для нанесения разметки используют инновационный материал – термопластик. Он практичнее, надежнее, долговечнее обыкновенных красок, но при его использовании необходимо строго следовать заданной технологии. Особенно требования строгие нанесения горячим пластиком. Сейчас вот мы видим на заднем плане, так скажем, как раз машинку специально для нанесения разметки горячим пластиком. Для увеличения светоотражающего эффекта в темное время суток пластик предварительно смешивают со стеклянным наполнителем и доводят до рабочей температуры от 180 до 220 градусов. В среднем на один погонный метр уходит почти литр материала. Также для повышения качества работ подрядчики в этом сезоне будут экспериментировать с новой техникой при нанесении разметки на пешеходных переходах. Часть пластика нанесут вручную холодным двухкомпонентным составом. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». На мосту рядом с центральной кольцевой автодорогой в Одинцове сотрудники «Автодора» провели субботник. Вместе с представителями подрядных организаций дорожники собрали более 500 мешков мусора. Репортаж Екатерины Крамор. В округе продолжается месячник чистоты и благоустройства. На этот раз субботник прошел в районе 290-го километра центральной кольцевой автомобильной дороги. 105 дорожников убрали мусор и привели в порядок второстепенный мост на трассе А-107 «Московское малое бетонное кольцо». Мы все вышли из зимы. Значит, это у нас первый субботник, перед Пасхой. Надо, чтобы можно чище все было. Поэтому с энтузиастом работники принялись навести порядок. У нас также сейчас субботник будет и перед 1 мая, и 9 мая. В уборке территорий приняли участие сотрудники Автодора и подрядных организаций. Вооружившись необходимым инвентарем, они собрали более 500 мешков мусора. Вы знаете, что емкость мешка 120 литров, но также древесина. Утилизировали поддоны. Пять самосвалов вывезено с моста. Ко дню победы дорожники благоустроят еще 40 площадок и памятников героям Великой Отечественной. Половина из них расположена на трассе М1 Беларусь. В годы войны там был основной оборонительный узел Москвы. При этом к майским праздникам приведут в порядок территорию округа и всего Подмосковья. Такова главная задача, поставленная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. У нас 15 тысяч дворов, большое количество парков, общественных пространств. Все они после зимы нуждаются в заботе и внимании. Руководители предприятий также должны знать, что наведение порядка на прилегающих территориях является для нас важным. В приведении в порядок территорий смогут принять участие все желающие. По традиции, 22 апреля в Подмосковье состоится общий областной субботник. Основной точкой в округе станет Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Особое внимание также уделят уборке парковых и общественных зон, в том числе детских площадок. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. Суперлига Подмосковья открыла регистрацию на все старты забегов. Традиционный полумарафон Сергиевым путем пройдет 15 июля в Сергиевом посаде. Также уже сейчас можно получить стартовый слот серпуховского полумарафона «Золотой павлин», который состоится 19 августа, и кросс-полумарафона Одинцова «Ран». Он запланирован на 7 октября. Другие новости региона смотрите прямо сейчас. В Подмосковье стартовал ремонт дорожной сети. В рамках первой волны планируется отремонтировать более 650 участков дорог протяженностью свыше 1000 километров. Ремонт около 700 километров региональной сети проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы по основной программе уже идут в 14 муниципалитетах на 20 участках дорог силами производственных комплексов Мосавтодора, где задействуют порядка 700 единиц техники. Все мероприятия будут идти в установленном графике «Техника готова к эксплуатации». А в самой работе станут применять асфальтобетонные смеси из отечественных дорожно-строительных материалов. В заключительный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы» прошли 106 школьников из Московской области. Регион вошел в число лидеров по количеству финалистов. По итогам первого тура и предварительной оценки проектных работ сформируют список участников второго тура заключительного этапа. Он продлится с 25 апреля по 15 мая. «Большие вызовы» — это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. МОС «Трансавта» объявил о старте региональной программы набора водителей. Они смогут проживать в общежитии, а также получат социальный пакет и бесплатный проезд в автобусах. Устроиться на работу могут водители категории «Д» со средним образованием и старше 21 года. Иногородние соискатели смогут получить общежитие, а также сотрудникам компании предоставляют социальный пакет с увеличенным отпуском в 42 календарных дня, бесплатный проезд в автобусах и корпоративную одежду. О важнейших направлениях работы налоговой инспекции рассказали представителям СМИ на очередной налоговой конференции. Администрирование налога на доходы физических лиц, основные изменения закона по налогу на имущество организации и другие. Подробности у Полины Баховой. 1 января 2023 года стартовала декларационная кампания. Это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2022 году доходах не позднее 2 мая 2023 года. Эти обязанности возникают у следующих лиц. Получившие доход от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности менее минимального предельного срока владения. Получившие в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками недвижимого имущества, транспортных средств, акций, а также далее. А еще граждане, получившие выигрыши от операторов лотерей и относящихся к букмекерским конторам, а также от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Отсутствует обязанность по предоставлению декларации от продажи жилья в семьях с двумя и более детьми. Возраст детей налогоплательщика до 18 лет или до 24-х случаев обучения ребенка на очной форме обучения. Кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 миллионов рублей. Плательщику, членам его семьи, на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% правит собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающую общую площадь купленного взамен старого жилого помещения. Особое внимание уделили рассмотрению особенности применения специального налогового режима – налогу на профессиональный доход. Статус так называемых самозанятых сегодня один из часто используемых и удобных. Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, имеющий небольшой бизнес. Данный режим подходит для лиц, не имеющих наемных работников. Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. Его применяет более 30 тысяч человек. Он обладает следующими преимуществами. Отсутствуют отчеты и декларации. Учет ведется автоматически в мобильном приложении. Чек формируется в приложении. Не надо приобретать контрольно-кассовую технику. Можно не платить страховые износы. Пенсионное страхование осуществляется в провольном порядке. Подобный режим подходит физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Доход получается от самостоятельной деятельности. Для нее не привлекаются наемные работники по трудовому договору. Сумма годового дохода не превышает 2 миллионов. Под этот вид деятельности попадает удаленная работа, оказание косметологических услуг, фото- и видеосъемка на заказ и другое. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Подвели итоги первого квартала 2023 года в сфере образования, здравоохранения, социальной поддержки и молодежной политики в Одинцовском округе в ходе брифинга в администрации муниципалитета. С докладами выступили профильные заместители, главы округа Андрей Иванова. Репортаж нашего корреспондента. Современные методики преподавания, постоянное развитие системы образования и реализация национальных проектов. Один из них – школа 500+. В него входит и Одинцовская школа номер 5. Также образовательные учреждения округа принимают активное участие в региональных проектах. Также в округе у нас две флагманские школы. Это Одинцовская лингвистическая гимназия и Одинцовский десятый лицей. Флагманская школа, как отметил Андрей Юрьевич Воробьев, это самая сильная школа в округе и это проект губернатора. Самая сильная школа муниципалитета может иметь право носить имя флагманской школы. За первый квартал 2023 года открыто два детских сада в Кубинке на 330 мест и в микрорайоне Гусарская баллада на 400 воспитанников. С целью ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях будет завершено строительство еще двух – в Новоивановском и в Новой Трехгорке. Также одной из главных тем брифинга стала социальная сфера. На этот год в рамках летней оздоровительной кампании запланировано охватить различными мероприятиями более 23 тысяч детей. Кроме того, в округе большие достижения в молодежной политике. На сегодняшний день уже порядка 36% молодых людей вовлечены в различные наши мероприятия. Проведено 16 мероприятий патриотической направленности, 25 интеллектуальных игр, 28 молодежных мероприятий, 10 мероприятий антинаркотической направленности. Это различные мастер-классы и военно-патриотические. В этом году в округе состоялось открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Приоритетными направлениями работы стали волонтерство и благотворительность. Также важным проектом является и молодежная редакция на базе Одинцовского информационного центра. Ребята готовят актуальные для подрастающего поколения новости и обсуждают с экспертом важные для них темы. Еще одна сфера, по которой подвели итоги – здравоохранение. В ходе брифинга жители смогли задать интересующие их вопросы, в том числе о стоматологических услугах. У нас существует четыре лаборатории в Одинцово, в составе нашей Одинцовской областной больницы, и поэтому мы тоже проводим льготное зуб протезирование. Чтобы вам ее получить, необходимо платить в соцслужбу и взять у них соответствующие нам направления. У нас очереди нет, у нас сейчас четыре лаборатории, одна в Галицыно, одна в Звениграде, одна в Одинцово, в третьей поликлинике, и одна в Немтиновке работает. В округе продолжает реализовываться программа модернизации объектов здравоохранения. Работы завершены в офисе врача общей практики в селе Савинская Слобода, в хирургическом корпусе в Звениграде и в других медицинских учреждениях округа. Важным аспектом остается привлечение высококлассных специалистов и оснащение медучреждений с современным оборудованием. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Далее в программе. Мы – поколение ЗОЖ. Для учеников девятых и десятых классов Лесногородской школы провели спортивный праздник. Животные продлевают жизнь. Насколько сложно содержать фермерское хозяйство, узнал наш корреспондент. Круглая дата. Первый год своей деятельности отпраздновал Дом культуры Горки-10. Для учеников девятых и десятых классов Лесногородской школы провели спортивный праздник «Мы – поколение ЗОЖ» в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023» против наркотиков. Мастер-классы для ребят провели призеры чемпионата России по боксу. С места событий наш корреспондент. На стадионе Лесногородской школы собрались старшеклассники, победители соревнований по боксу и молодые спортсмены. Всех их объединяет одно – спорт и здоровый образ жизни. Такие мероприятия полностью подчеркивают направление молодежи за здоровый образ жизни. Ребята, которые соревнуются, ребята, которые занимаются спортом, никогда не будут уподобляться людям, которые употребляют наркотические средства либо алкогольные напитки. Наша молодежь всегда была за здоровый образ жизни. В рамках мероприятия «Мы – поколение ЗОЖ» спортсмены показали техники бокса и других единоборств. Также ученики состязались в перетягивании каната и принимали участие в соревнованиях. Призер чемпионата России и чемпионка Центрального федерального округа 2023 года Дарья Морозова продемонстрировала упражнение «Бой с тенью». Представители общественного совета при МВД Одинцовского округа уверены, подобные мероприятия помогают сформировать у подростков установку на здоровый образ жизни и приобщить к спорту. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Сейчас содержать небольшое фермерское хозяйство не так просто. Это дело невыгодное и энергозатратное. Но несмотря на трудности, Максим Романенко уверяет, что ему животные продлевают жизнь. А со здоровьем питомцам помогают следить сотрудники ветлечебницы. Наша съемочная группа приехала к нему в гости и познакомилась с питомцами. Вот так прямо в городе обитают и мирно блеют, кукарекают и даже шипят домашние животные – овцы, козы, индюки, кролики и гуси. Живут дружно, под чутким руководством своего хозяина Максима. Он стал разводить их пять лет назад по рекомендации врача. Оказалось, единственный способ поправить здоровье и отказаться от нервной работы, ухаживать за животными. В этом деле главным оказался правильный уход и чуткое отношение. Наблюдая, что животные, реакция подопечных, все получается. Главное – любить и желать. А когда из-под палки, ну ничего не получится. И животные голодные, холодные, ободранные, расстроенные, злые будут. Сегодня у него семь коз, 30 кур, два индюка, а еще гуси, кролики и овцы. Такое частное хозяйство в наши дни – большая редкость. Но чтобы все животные были здоровы, а хозяин спокоен, необходимо сообщить об обитателях такого хозяйства вет-лечебницу. При заведении данных видов животного владелец должен сообщить нам о наличии. Мы их ставим на учет, смотрим условия содержания. Два раза в год специалисты проводят противоэпизотические мероприятия. У продуктивных животных, которые производят употребляемую человеком пищу, берут анализы. Раз в год делают вакцинацию от сибирской язвы, берут туберкулезные пробы. Читка туберкулина идет у мелкого рогатого через 48 часов, у крупного рогатого через 72 часа. Показывает она также наличие заболевания, которое передается воздушно-капельным путем и также опасно для человека. Эти мероприятия плановые и бесплатные. Также ветеринары помогают и при любых заболеваниях, сложных родах, проверяют продукцию. Приезжает выездной доктор, проводит мероприятие и ставит на ноги животных. Поэтому помощь у нас со всех сторон от ветеринарной службы и от Одинцовской, и от Голицынской там лаборатории. Это обеспечивает здоровье и домашним животным, и их хозяевам. А заботливое отношение и любовь зверушки чувствуют, уверяют фермер. За это они каждый день радуют и платят зарядом положительных эмоций. Врачи утверждают, что общение с животным положительно влияет на энергетику человека, его физическое состояние, здоровье. И это мы, конечно, испробовали на себе. Это действительно так. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Дом культуры «Горки-10» отпраздновал год своей деятельности. Сегодня здесь 36 кружков и клубных формирований. Посещают их около 800 человек от 4 до 80 лет. Спортивные соревнования, творческие и концертные мероприятия здесь проходят регулярно. Об итогах работы и планах на будущее инновационного ДК смотрите в репортаже нашего корреспондента. Глядя на современное четырехэтажное здание с инновационными архитектурными решениями и дизайнерскими фасадами, сложно узнать в нем сельский дом культуры. Но именно он красуется между домами в центре поселка «Горки-10». При строительстве здания ДК площадью более 5000 квадратных метров и благоустройство прилегающей территории по срокам уложились в 24 месяца. Проект поддержали не только в округе, но и в администрации губернатора Московской области. Я хочу сказать, что даже Андрей Юрьевич Воробьев, он сам лично поддержал наш проект. И был такой момент, когда необходимо было пройти последнее согласование. Андрей Юрьевич принимал решение, и оно было в нашу пользу. И самое главное, это нам позволило не затягивать процесс. Сегодня в Доме культуры занимается около 800 человек от 4 лет и до самого почтенного возраста. В учреждении успешно работают 36 кружков и клубных формирований хореографических, вокальных, инструментальных, творческих, спортивных и других направлений. Дом культуры такая большая важная часть нашей жизни. Горковский, он стоит в центре, он большой, красивый, является точкой притяжения для всех-всех людей, которые сюда приходят, и взрослых, и детей, людей старшего поколения. И очень хотелось бы, чтобы он таким и оставался. В хореографической студии «Овация» занимается около 100 юных артистов от 7 до 14 лет. В основном в ней танцуют девочки, но есть и 12 мальчишек. Ансамбль существует уже много лет, а с открытием Дома культуры возможности коллектива существенно расширились. Когда мы увидели сцену, наши дети просто ахнули, потому что до этого наш маленький Дом культуры, увы, даже не мог вместить 12 человек на сцене. А сейчас мы можем вывести до 24 и более детишек. И, конечно же, огромный зал на 400 мест. Если взять, что у нас детишек 100 человек, мы выводим на сцену, наш концерт, отчеты, то, конечно, к каждому приходит мама, бабушка. И места хватает всем. Сердце Дома культуры – уютный зал библиотеки с богатым книжным фондом, который нередко пополняют сами посетители. Еще наши читатели, наши замечательные читатели, которые приносят нам книги, и вы знаете, самые разные. У нас, например, появилась подборка по робототехнике. Там подборка идет от робототехники до нейропластичности мозга, которая тесно связана. ДК «Горки-10» ведет не только культурно-досуговую деятельность. Большое внимание здесь уделяется физической подготовки. В просторном спортивном зале сформированы секции по волейболу, футболу и баскетболу. Также у нас по договору социального партнерства со спортивной школой «Горки-10» проходят занятия по карате. В дальнейшем планируем развивать художественную гимнастику, бадминтон. Ну и думаю, на этом наши планы не остановятся. Также, конечно, планируем проводить различного рода турниры. Запрос на это уже есть. Главная цель учреждения развивать и сохранять духовное наследие и формировать единое культурное пространство. Подробнее о возможностях Дома культуры «Горки-10» смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Накануне в Израиле прошли траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв Холокоста и героев сопротивления. Наш корреспондент Полина Бахова оказалась в эти дни на месте событий. Смотрим рассказ от первого лица. Каждый год эта сирена раздается над всем Израилем ровно в 10 часов утра. На две минуты люди откладывают все дела, останавливаются на улицах, водители паркуются на обочинах и выходят из машин, чтобы отдать дань памяти тем, кто был лишен всех прав. Унижен, изгнан, убит лишь за то, что был евреем. День памяти жертв Холокоста и героев восстания объявлен в Израилем днем национального траура. Уже со вчерашнего вечера закрыты все кафе, развлекательные центры, остановленные промышленные предприятия. Не ведутся развлекательные программы на телевидении. Жизнь словно замирает на сутки. Варшавское гетто, созданное нацистами на территорию Польши, было самым большим в оккупированной Европе. Его население составляло около полумиллиона человек. За год в нем осталось всего 37 тысяч. 19 апреля 1943 года началось героическое сопротивление евреев. В этом году отмечается 80 лет со дня восстания. По всей стране пройдут траурные мероприятия. В синагогах проводятся церемонии зажения шести свечей, символов шести миллионов погибших жертв геноцида. Государственная церемония будет транслироваться в прямом эфире ведущих телеканалов, в том числе на русском языке. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». И о погоде. По прогнозам синоптиков в среду будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла, ночью около 80 со знаком «плюс». Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр артутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Геомагнитное поле спокойное. Этот день придаст большинству знаков зодиака силу и энергию, которые помогут завершить давно начатые дела. Гороскоп смотрите далее. Овны. Своим друзьям и близким нужно помогать безвозмездно. Не ожидайте от них чего-то взамен. Пришло время посеять семена любви и сострадания. Тельцы. Стоит немного ослабить деловую хватку и освободить в своей жизни место для личных отношений с людьми. Обретение баланса это единственный способ добиться успеха. Близнецы. Чаще всего наши эмоции и внутренний голос ведут нас в правильном направлении. Поэтому обращайте внимание на то, что они говорят вам прямо сейчас. Раки. Проанализируйте свои действия, что сработало, а что нет. Вспомните причину, которая заставила вас начать двигаться вперед. Львы. Если вы начинаете новый проект, не зацикливайтесь на бумажной волоките. Лучше доверьте эту работу профессионалу, а сами займитесь сутью. Девы. Звезды призывают вас переключить свой взгляд с материального на духовное. Некоторые из вас могут почувствовать тягу к гадательным практикам. Весы. Готовность открыться окружающим поможет вам решить любую проблему. Не бойтесь довериться близким людям. Скорпионы. Отложите на секунду планирование и выработку стратегии. Пришло время просто быть собой и показать миру свое истинное я. Стрельцы. Вы слишком зациклены на большой мечте. Стоит сделать паузу. Начните ценить все свои победы, даже маленькие. Козероги. Звезды призывают вас обратить внимание на свои и чужие личные границы. Важно иногда давать близким больше свободы. Водолей принимайте и хорошее, и плохое как должное. Знайте, что каждый шаг приближает вас к цели. Рыбы, ваше сердце говорит вам, что происходящее правильно, и вы должны признать это. Ваш внутренний голос ведет вас по нужному пути. На этом у нас все. С вами была Ольга Дмитриева и Полина Толмачева. Хорошего дня и отличного вам настроения. Пока. Редактор субтитров А.Семкин